В свете последних событий, а именно боя Ломаченко-Лопес, возникла одна мысль. Сейчас самый ленивый не пытается объяснить причины поражения Ломаченко. В том числе и такие вещи звучат из уст постоянных его критиков. Это некая что ли безударность характерная для боксеров-панчеров, который якобы Ломаченко совсем лишен. Если не совсем лишен, то по крайней мере уступает ребятам из более тяжелых весовых категорий, куда он их собственно забирается. Ну и вот здесь вспомнился бой 95-го года Михаил Анхель Гонзалес против Ломара Мёрфи. Вот Ломар Мёрфи, на экранах он, в таких пурпурных шортах с синей каймой, с синим поясом. Боксер очень техничный, но при этом как раз таки лишенный вот этого панчерского, удара панчера, такого пушечного заряда. При этом, как и большинство техничных боксеров, его отличает высокая степень защитных навыков. Джеб, тонкое чувство дистанции, ритма и тайминг. А вот по ходу этого обзора, этой нарезки, мы увидим, как правая Мёрфи ложится на подбородок Гонзалеса. Но Гонзалесу эти удары кажутся совсем-совсем несущественными. Но, собственно, вот мне Мёрфи чем нравится. У него такая гипнотическая манера бокса. Он выдерживает свой ритм, постоянно поддавливает, прессингует. И мы увидим это на протяжении всех раундов, фактически всех раундов, что Мёрфи начинает раунд с такого прессинга. Он даёт Гонзалесу повыбрасывать удары, принимает удары на блоке, на подставке и устанавливает тем самым свою ударную дистанцию. Ну и вот тоже, как пример чувства этого ритма, тайминга. С одной стороны, Мёрфи задаёт ритм бою. С другой стороны, он начинает как бы встраиваться в атаки, в удары Гонзалеса. Вот видите, да, он как предчувствуя, куда полетит удар, он уже вовремя делает защитные движения корпусу. Он такие небольшие подставки смягчает удары короткими движениями туловища, применяет шолдер ролл. Но вот в исполнении как раз Мёрфи такая защита, она что-то вроде неких таких ювелирных движений, которые он совершает. А и джеб. Джеб Мёрфи наносит с любых позиций, из-под руки, с уклона, с положения, в защите. Ну вот такая у него передняя рука, выполняющая сложные координационные вещи. Ну и что касается защитных скиллов, вот опять же, если мы будем смотреть, так мастеров защиты Уитекера, Джеймса Туни, да, всё-таки это определённая высокая пластика, да, достигли они высоких показателей пластичности. Ну вот посмотрите, да, как... По большому счёту, ритм вот сейчас, да, всем эпизодом задаёт именно Мёрфи. Гонзалес, можно сказать, в этом плане отдал инициативу Мёрфи. Поэтому так и смотрится это всё красиво, да, там Мёрфи защищается, перекрывается, уходит от ударов, входит в инфайтинг, в ближнюю дистанцию. Ну и вот здесь, да, много ударов, вроде как такая у него, набирает он очки, как в аматорском бое, но эти удары для Гонзалеса, опять же, повторимся, да, они несущественны. Вот такой ещё, да, у него есть фишка Мёрфи, делает подставку от удара в туловище и сразу же контрит удар оппонента. Ну, это вот, да, это определённый такой элемент, присущий его арсеналу. И вот эти короткие апперкоты на средней, ближней дистанции, он их вроде бы выбрасывает, но не вкладываясь, так зацепится. Опять этот джеб нижней точки. Посмотрите, да, пока повнимательнее. Вот этот апперкот, вроде бы справа он как будто бы и прошёл. Но по Гонзалесу это понять, по его реакции это понять трудно, был ли удар. Ну и сейчас, да, вот на протяжении боя вот этот джеб Мёрфи постоянно настигает Гонзалеса. И что самое интересное, если смотреть так более подробно карьеру Мёрфи, он ведь и с кем угодно в этом жанре работает, он сближается, принимает на подставке, где-то опускает руки вблизи, когда ритм установлен. Вот с тем же Манфреди, да, всё-таки таким жёстким панчером, жёстким боксёром. И Гонзалес, в общем-то, боксёр из такой, из такого крепкого мексиканского эшелона. вот давайте сейчас ещё моменты эти посмотрим. Это нависание над своим оппонентом, да, то есть Мёрфи, он ведь фактически постоянно работает первым номером, при том, что ну, как бы, его атаки, их нельзя назвать, о, атака результативная, да, там, пробил, свалил, нет, он постоянно здесь нависает, собирает очки, вот, и всё-таки у него это получается делать более или менее, ну, практически безнаказанным, ровно лишь потому, что он навязал свой ритм-бой оппоненту. Ну, и постоянный прессинг, вот эти выдёргивания, вот эти вот, как бы, такая близость кулаков. Я так считаю, что вот Гонзалес, Гонзалеса это либо, ну, в этом бою конкретно, да, подскавало, опять же, в плане вариативности, вот почему Мёрфи может прижать Гонзалеса канатом, а Гонзалес на протяжении всего боя, в общем-то, таких эпизодов не создаёт так, чтобы оттеснить Мёрфи канатом и устроить ему настоящую мексиканскую рубку. Всё-таки, есть какое-то такое превосходство техники, даже такое тактическое превосходство Мёрфи на протяжении всего боя, но, тем не менее, результат боя не в его пользу. Кстати, рекомендую этот бой посмотреть, так, в полной версии все 12 раундов, ну, периодически, да, в моменты вентиляции, в моменты отдыха, Мёрфи может занять такую позицию второго номера, погружить, но, опять же, он это делает, прямо тетюльку в тетюльку, сохраняя свою дистанцию. Шолдер ролл в исполнении Мёрфи и подставочки короткие. Где-то он, кстати, и пропускает именно момент выполнения защиты шолдер ролла. Перестрелка, перестрелка джебами, вот это еще характерное движение, джеб и смещение влево, ускользание, джеб и ускользание, джеб и ускользание, вот на этом моменте Мёрфи еще может и сблизиться. В общем, если такой сухой итог подводить, по его технике, можно утверждать, что техника, стиль Ламара Мёрфи это стиль такого чистого техничного, но все-таки безударного бокса, безударного в плане вот именно жесткости, да, потому что столько вариантов было, столько моментов, когда Мёрфи попадает и там, если бы это был все-таки жесткий панчер, Гонзалес Гонзалеса бы такие удары как минимум бы потрясли. А при накоплении такого суммарного тоннажа, возможно, и бой бы завершился досрочно, завершался, такие бои завершались бы досрочно, но тем не менее, вот в Мёрфи такая есть особенность. при этом, да, в общем-то, кто доминирует в ринге, ему доминирует Ламар Мёрфи. Т5-мексиканец, Гонзалес, он вроде как и вступил в этот обмен ударами, но он-то здесь у канатов стоит, а Мёрфи его продолжает прессинговать и поддавливать, то есть, такая доминирующая позиция, она за Ламаром Мёрфи. Ну, собственно, да, результат боя, результат боя может показаться с одной стороны таким обескураживающим, как это боксер доминирующий все раунды, технически превосходящий, он всё-таки проиграл Гонзалесу победу и далее. Ну, в этом смысле я и это вот судейское решение, то есть, критерии судейского решения, которые вызывают вопросы, вероятно, они до сих пор эта практика действует, существует определенным образом. Боксер может быть не демонстрирующий такое ударного превосходства в мощи, при других равных условиях он проигрывает. Ну, собственно, да, там последний бой, да, там, Сломаченко тоже вызывает очень много вопросов со стороны судейства. Сломаченко